Дети няни не игрушка И даже в Оренбурге признан пёс Это шокирующее видео стало поводом для родителей написать заявление в полицию на няню Какое наказание грозит дома мучительницы? Эти шокирующие кадры увидели родители 9-месячного малыша, когда посмотрели записи со скрытой камеры Её они установили в квартире, когда заподозрили, что после общения с няней с ребёнком происходит что-то неладное День на пару часов я оставляла, приходила, он был зарёванный до ужаса И когда, допустим, я дома, я в комнату захожу, он от неё уползает с рёвом ко мне На кадрах отчётливо видно, как женщина с высоты своего роста сначала швыряет младенца в качалку А когда ребёнок начинает заливаться в крики, со всей силы несколько раз бьёт его по голове Ирина Борисовна, можно с вами побеседовать? Сама няня общения с журналистами избегает, это всех скрывается Даже находясь дома, дверь никому не открывает Ей 56 лет, по образованию педагог Этой семье женщина служила 6 лет и воспитала в ней двоих старших детей Когда у Анны с мужем родился третий ребёнок, они не раздумывая обратились к проверенной гувернантке Дело возбуждено по части 1 ст. 116 Уголовного кодекса Это побои, за первый час предусматривается штраф денежный, крупный, до 40 тысяч рублей Либо арест сроком на 3 месяца Дело уже передано в суд, его рассмотрение назначено на ближайшее время Станислав Карпович, Елена Родионова, Комсомольская правда, Красноярск Нечасто московской полиции приходится высвобождать уроженцев Грозного из рук своих же земляков Что не поделили горячие чеченские парни? 700 миллионов рублей, такую цену заломили похитители за освобождение 21-летнего уроженца города Грозный Молодой человек отправился в Москву, чтобы решить некие финансовые разногласия и попал в руки ваххабитов Отцу молодого человека начали поступать звонки от неизвестных лиц, которые в разговоре с ним требовали выплаты, выкупа Размер вознаграждения постоянно менялся Сначала похитители хотели получить 60 миллионов, потом 100, наконец цифра выросла до 700 миллионов В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была восстановлена квартира, где удерживается молодой человек В результате спецоперации заложник был освобожден, а 9 участников организованной группы задержаны Похитители оказались уроженцами Северного Кавказа При обыске у них было обнаружено удостоверение сотруднику УФСИН по Дагестану, оружие и литература ваххабитского толка Чем занимаешься в Москве? Приехал за дагестанским мавроди, моих родственников, христиан, бедных людей, чтобы деньги вернуть Для этого приехал? Для того, чтобы деньги вернуть? Правосудия нету, суд не решил нашу пользу вопрос И поэтому вы решили с вами? Я вот решил по-своему да разобраться Кто, что и кому должен, теперь будет разбираться следствие В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия И решается вопрос о возбуждении уголовного дела Несколько десятков жителей Новокузнецка стали жертвами людоеда Списивцева История 16-летней давности может иметь продолжение Есть шансы, что изувер получит свободу В Новокузнецке, в психбольнице, прошел выписную комиссию Самый страшный людоед России, Александр Списивцев Жертвами маньяка были дети, мальчики и девочки И девушки Новокузнецка Первых 26-летний парень заманивал к себе с улиц города сам Потом ему стала помогать его мать На первых допросах сын с матерью валили вину друг на друга Суд доказал 5 убийств, хотя следствие настаивало на 19-ти А в квартире Списивцевых нашли 82 комплекта детской и взрослой одежды Матери людоеда суд дал 15 лет колонии Она уже отсидела в женской зоне на севере Кузбасса Сейчас живет у дочери Александр Списивцев уже 16 лет по решению суда Лечится в спецпсихбольнице в селе Дворянском на Волге И раз в год с нетерпением ждет решение врачебной комиссии Вдруг его выпишут домой и переведут на амбулаторное лечение Ведь по программе Минздрав соцразвития В стране предстоит сократить 750 тысяч психиатрических коек Последняя комиссия прошла на днях В выписке Списивцеву отказали Людоед хоть рвется на волю, но своим положением в спецклинике доволен Он живет в двухместной палате с телевизором и кондиционером В меню есть все, от мяса до фруктов Любит фантастику Рея Брэдбери Пишет стихи Шлет их маме вместе с аппликациями Еще отправляет матери почти всю свою пенсию по инвалидности Мать платит за пустующую квартиру людоеда А люди обходят ее стороной В квартиру Списивцева на балкон и в разбитые окна Часто залетает стая голубей Люди говорят, что это души невинных детей Загубленных людоедом Алексей Питков, Лариса Максименко Комсомольская правда, Кемерово Новый СМС-сервис организовали наркодилеры в столице За выдумку 5, а вот за содержимое пакетиков срок Узбекские наркоторговцы идут в ногу со временем В Москве оперативники накрыли сеть по продаже героина Который дилеры распространяли с помощью СМС-рассылки Наркоманы называли номер счета, на который следовало перевести деньги И затем высылали ему сообщение с фотографией И описанием места, где лежит зелье Это была закладка, да? Да И сколько вы делали закладок? 7. Примерный пакет Клиентов было много, и дилеры едва успевали фасовать героин Чтобы все выглядело безобиднее, они использовали детскую атрибутику Упаковка из-под детского чая Хип У вас дети есть? Нет А для чего вам детский чай? Ну, выпьем А почему вы детский чай пьете, интересно? Успокой В упаковках из-под детского чая героин хоронили А в яркие шарики из киндер-сюрприза расфасовывали Так, раз, набрал От киндер-сюрприза раз А, киндер-сюрприза, да? Захватил сколько надо там Зато количество наркотиков, найденное при обысках, оказалось совсем не детским На одной квартире был обнаружен килограмм героина, а на второй – полтора Но даже когда оперативники отыскали мешок с белым порошком, дилер пробовал отпираться Вам принадлежит? Да Что здесь? Не знаю Помимо мужчины, на квартире была задержана его жена, тоже гражданка Узбекистана Вы можете что продает еще раз? Наркотики Какие наркотики? Били По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хранение и распространение наркотиков» По ней сотрудники наркосети вполне могут получить высшую меру наказания – пожизненное лишение свободы Если бы соседи были чуть бдительнее, может и не случилась бы этой страшной трагедии в Ленинградской области В полицию города Ломоносов Ленинградской области с повинной пришла мать шестилетнего Артура Колесникова Чтобы рассказать об убийстве собственного ребенка Колесникова с любовником Дмитрием Москаленко схоронили тело малыша под полом квартиры Где после расправы жили, как ни в чем не бывало, целых два месяца Колесникова призналась только после настойчивых расспросов сестры Перед полицейскими перестала выгораживать любовника Свалила на него, дескать, Дмитрий избил до смерти больного мальчика, который постоянно плакал А ее припугнул расправой О судимом Дмитрием Москаленко соседи рассказывают страшилки Местная жительница Наталья Волкова до сих пор жалеет, что не сдала Москаленко за попытку изнасилования Человек пять И девчонка с ними, ну вроде сначала ничего Потом девчонка завержит Я в окошко смотреть Двое вот так вот за руки Расстаскиваю Разжимают ей рот и льют водку Потом уже Москаленко с нее трусы тянет Ледет на нее, днем-то Я вот со свалой-то и выскочила Говорю, что творите? Женщина пригрозила полиции, да прошла мимо Возможно, маленький Артур был бы сейчас жив Екатерину Колесникову и Дмитрия Москаленко суд арестовал Им готовят обвинение по статье убийства малолетнего Александр Ермаков, Руслан Машхоев, Анатолий Занечковский Комсомольская правда, Санкт-Петербург Если пилот не имеет прав, то почему он поднимается в небо? Смотрим сюжет из Екатеринбурга Это кадры с места крушения дельталета в уральском городе Краснотуринск Моторный планер не смог набрать нужную высоту и зацепился за провода на крыше Сломал спутниковую антенну и чуть не влетел в квартиру За штурвалом дельтаплана был 49-летний Сергей Лукашенков, майор местного СИЗО Пассажир, его 53-летний знакомый из соседнего города Александр Сергеев Ни у кого из них не было прав на управление этим летательным средством Почему неопытный пилот решил полетать низко над домами, разбираются следователи Следственные действия направлены на установление всех обстоятельств данного происшествия Назначены судебно-медицинские экспертизы, а также ряд криминалистических экспертиз У следователей несколько версий, почему разбились дельтапланеристы Неопытность, плохие погодные условия и отказ техники Хозяин дельталета Алексей Исаев исключает неисправность планера Буквально за час до трагедии он сам летал на нем Но перед последним вылетом дельтаплана уехал со взлетки в город Оставив дельталет неопытному пилоту Там были три наших гостей, был пилот Сергей И мы взлетели самостоятельно Скорее всего снизился и не рассчитал Пока хозяину этого дельталета грозит только административное наказание Но если экспертиза докажет, что двигатель был неисправен еще до взлета То ему загибель двух человек может грозить реальный срок Павел Филиппов, Андрей Казанцев, Комсомольская правда, Екатеринбург Эта женщина чистила офисы в Москве Не в смысле убиралась в них, а брала все ценное Эта женщина одета в форму Она двигает вещи и стирает пыль, но при этом отнюдь не уборщица 33-летняя уроженка Кыргызстана Зарита Решила, что честным трудом много не заработаешь И придумала хитрый план В то время она уже была недействующим сотрудником клининговой компании Приходила по воскресеньям И под видом уборки Ошисляла кражи в кабинете вице-президента компании Поначалу пропадали небольшие суммы Но потом воровка вошла во вкус Когда из открытого сейфа испарились 5000 долларов Сотрудники офиса пошли в полицию Кражу удалось зафиксировать на пленку И женщину задержали В настоящее время уголовное дело направлено в районный суд За несколько месяцев преступной деятельности Зарита похитила около 400 тысяч рублей Теперь серийной воровке грозит лишение свободы Если после 11 пива не продают На Урале за ним идут с автоматом О жажде и ее последствиях В нашем сюжете из Екатеринбурга Это кадры с камеры видеонаблюдения Одного из магазинов Екатеринбурга Поздней ночью, когда продажа спиртного уже запрещена Двое молодых людей требуют продать им пиво На отказ продавца достают боевой автомат Калашникова Продавцу пришлось уступить А налетчики, вежливо заплатив за пиво, уходят домой По тревоге был поднят СОБР Задержанный Игорь Новоселов Начал было утверждать, что это только муляж Но полицейские определили, что автомат боевой Как выяснилось, Новоселов уже находил Возбудился в розыске за побои Сейчас возбудили уголовное дело по статье «Разбой» Налетчик находится в СИЗО Максим Клеймёнов, Андрей Казанцев Комсомольская правда, Екатеринбург По статье 158 Уголовного кодекса За кражу человеку могут дать два года колонии А если преступник — собака? Вахтовик из Саратова возвращался с заработков домой Отошел посмотреть расписание, а сумку оставил у вокзала Через пару минут ее уже не было На место тут же выехала опергруппа Свидетелей кражи не оказалось, но спасением стала камера наблюдения Смотри, вон тащит-тащит эту сумку уже Оказалось, что саратовца обокрала местная собака Помимо одежды, денег и техники В сумке лежали колбаса, пельмени и пиво Их-то и унюхала четвероногая воровка И решила забрать все себе Она съела из ноша потерпевшего все съестное И утолила жажду пивом, которая также имелась в сумке Остальные вещи в целости и сохранности возвращены владельцу Пропажу оперативники отыскали у соседнего дома в сугробе Тут же крутилась и сама преступница Правда, сажать за решетку ее полицейские не стали Уж слишком хороший урок она устроила растяпе вахтовику Юлия Цветкова, Комсомольская правда, Саратов Программа «Жесть не пугает, а предупреждает» Берегите себя Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова